Что стало с новыми русскими бабками дуэтом Игоря Косилова и Сергея Чванова? Новые русские бабки прогремели на всю страну в 1999 году, когда приняли участие в Кубке юмора Евгения Петросяна. В том же году они дали первый сольный концерт в Театре эстрады. А начиналось всё с выступлений на местном самарском телевидении и радио. Клавдия Ивановна Цветочек и Матрёна Ивановна Нигматулина в исполнении Игоря Красилова и Сергея Чванова для старшего поколения телезрителей стали современной версией дуэта Вероники Маврикиевны и Абдоти Никитичны. Популярность дуэта стремительно росла. Новые русские бабки стали постоянными участниками юмористических телепередач «Смеха панорама», «Шутка за шуткой» и, конечно, «Кривое зеркало», где у них были ведущие роли. Но в 2009 году Чванов и Косилов перестали появляться в выпусках «Кривого зеркала». Их отсутствие породило множество слухов. Среди версий называли «Снижившиеся из-за кризиса гонорары и конфликт с Евгением Петросяном». Как пояснили позже артисты, они не могли сниматься в шоу из-за плотного графика собственных съемок. Они дебютировали в кино, снявшись в фильме «Две дамы» в Амстердаме, где исполнили не только женские, но и мужские роли. Но с самим Петросяном поговорить им не удалось, он не брал трубку. Все переговоры были с продюсером шоу. Тем не менее, новые русские бабки не исключали возможность вернуться, если им будет интересно. В 2013 году «Кривое зеркало» перестало существовать, уступив место новой передаче «Петросян шоу». С 2005 по 2012 год «Матрёна и Цветочек» вели передачу «Субботний вечер» с Николаем Басковым. Параллельно они снимались в кино, играли в мюзикли и успевали гастролировать. В 2015 году они стали ведущими нового шоу на телеканале «Россия» «Улица веселая». В 2018 году они снова появились на экране, вернувшись в передачу «Субботний вечер», которую выйдут вместе с Николаем Басковым на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова